Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня ваше любимое видео. И мое любимое видео покупочки FixPrice. Как всегда, зашла я, а там столько новиночек, столько новиночек. Смотрите, какая милота! Это первое вообще, что я вам хочу показать. Как раз таки здесь все покупочки мои сложены. Это вот такая корзиночка шикарнейшая, которая сейчас начала продаваться. Есть она в голубом цвете и белом еще. Я, естественно, взяла розовую. Она очень удобная, она вся летая, и она с ручечками. Еще очень с красивым таким рисунком. Классно в ней то, что она не только вместительная, но она еще и очень красиво будет смотреться в вашем интерьере. И в моем интерьере она прекрасно будет смотреться. Ну и все мои покупочки, в принципе, поместились в ней. Давайте посмотрим, что же я купила. Итак, из новиночек первое, что пришло у нас FixPrice, я увидела. Правда, надо ниточки немножко пообрезать на глазах. В общем, вот такой вот блокнотик. Такие блокнотики, они мне очень нравятся. Это и игрушка, и блокнотик. Дэнке моему очень нравится с такими играть. Он вообще у меня любит рисовать. Я ему все время даю что-нибудь, чтобы он рисовал. И он весь свой блокнот пушистый, который был у него, где-то здесь лежит, кстати. Он уже его, по-моему, весь изрисовал. Этот он еще не видел. Хочу ему показать. Ой, я не знаю, мне прям даже хочется себе оставить, потому что вообще эта коробка была там одна. Там оставались бананчик какой-то и еще какая-то фигнюшка. Просто их было несколько штук. Может, не все, конечно, выставили, но вот такой вот один был. И я его скорее взяла. Внутри здесь очень интересная разметочка, то есть здесь точки идут. Здесь не квадратик. Видите, не линии, а точки. В общем-то, мне кажется, по этим точечкам даже прикольно рисовать, например, что-то, да? Ну, в общем, взяли. Ушки здесь также торчат. В общем, классная штука. Я когда увидела, короче, сразу обомлела. Тут и розовый цвет, и пушистик, и блокнотик. Все в одном, все, что я люблю. Дальше очень интересная вещь, которая мне понравилась. 77 рублей. Кстати, вот эти блокноты, по-моему, по 200 рублей. Да. За 77 рублей вот такие текстовые делители. Они в виде конфетки. Этим они меня очень привлекли. Плюс у них прозрачные колпачки. Я хотела вместе с вами открыть, показать вам, затестить их, потому что я думаю, что с девочкам, или, может быть, мамам, у кого есть девочки, это будет интересно. В общем, достаем один вот такой. Вот, смотрите, как он выглядит. У него прозрачное тут все. Тут просто два колпачка получается. Тут вот. Вот такой вот толстый текст выделить. Давайте попробуем на бумажечке написать что-нибудь. Или выделить. Ой, офигенный текстовый выделитель, в принципе. У меня просто неровная поверхность, поэтому он немножко неровно пишет. Ну, а так, в принципе, все понятно. Ну, то, что выглядит это как конфетки, мне это очень понравилось, честно говоря. И, в общем, в набор входят вот такие четыре цвета. Такой голубой, желтый, красно-оранжевый и розовый. Следующее, что я взяла, это вот такие ручки. Я тоже с вами хочу их потестить. Это не простые ручки, это набор гелевых ручек со стираемыми чернилами. Знаете, я много тестила за свою жизнь всяких ручек, которые стираются. Не всегда они идеально стираются, поэтому подобные ручки требуют теста. Итак, ручка выглядит у нас вот так. С одной стороны, вот, наверное, вот этим будем стирать. Здесь гелевая, тоненькая. Кстати, не люблю тоненькие ручки. Давайте напишем что-нибудь. Она вообще будет писать? Не хочет. Записала сразу. Подышала на нее своим теплом. Так, нарисовали. Как следует, нарисовала, видите. Теперь стираем, как я понимаю, другим концом. Слушайте, реально стирает. И стирает как будто как карандаш, знаете, стеркой. Тема! Вообще круто стирает. Смотрите. Вообще все стерло. Слушайте, классно. То есть оно как-то так рисует, как карандаш поверхностно. При этом эта синяя ручка и стирается полностью. Просто я помню ручки, какие у нас делали. Они не стирались полностью. Они все равно как-то оставляли какой-то след. И пока стирались, как-то запах еще какой-то там был левый. А здесь, кстати, запаха нет. Как будто карандаш стерку стирает. Вот такое ощущение. Короче, ручки прикольные. Я рекомендую вам их затестить. Попробуйте. Мне кажется, что для деток в школу вообще замечательно. Ну, кто много пишет, а и кто много ошибается тоже. Дальше я взяла вот такие вот мелки. Они не просто мелки. Они выдвигаются. Это удобно, потому что у нас есть доска. И Денька постоянно мел этот носит. Потом тоже, ну, как бы остается немного мел на руках. Но они еще... Они выкручиваются. То есть их можно спрятать. И вот так. И еще они ароматизированы. Стоят 77 рублей. Я хотела в первую очередь их понюхать. О, уже пошел аромат. Достаем наши мелочки. Ой, как вкусненько. Немножко химозный, конечно, запах. Тут нет натуральной клубники. Слушайте, а что это за мелок? Он какой-то жирный. Ну, вот так на руках не остается. Видите, нету красного. Я как следует тру. Мелок. Интересно. Так, этот пахнет по одному. Сейчас мы затестим на доске. Этот вроде по-другому чуть-чуть пахнет. Вот выдавливаются, выкручиваются. Выкручиваются легко. Все хорошо. Ребенок справится. Так, а это шоколад. Ну да, у них разные ароматы. Да, есть шоколад. Есть. Слушайте, класс вообще. Класс. Осталось только затесить, как они пишут на доске. Так, проверяем. Ну, мел рисует, но он не очень ярко рисует, если честно. А синий, коричневый вообще, наверное, видно не будет. Мама говорит, что, возможно, это для асфальта все-таки мелки, а не для черной доски. Но если бы они были белые, было бы, конечно, хорошо. Так плохо видно. Наверное, для асфальта. Следующее мое приобретение, это тоже новиночки. 99 рублей. У нас оставались только белые и одна оставалась сиреневая. Я сначала стояла и долго думала. Ну, была бы розовая, тут бы понятно, выбор очевиден. Но нет, сиреневая и белая. И потом подумала, что белая прикольно тем, что с ней можно сделать какой-то DIY. То есть, можно нарисовать что-то, можно также обклеить скотчем из FixPrice красиво. И мне прям захотелось вот в эти, видите, вот в эти речки, ячеечки, прям что-то либо закрасить, либо что-то налепить, что-то сделать, чтобы как раз-таки розового цвета, чтобы она была такая красивая, яркая. Бантик тоже можно было бы покрасить. В общем, что это такое? Это у нас такая вот, такой стакан, который закрывается, и он с трубочкой. Трубочка здесь прозрачная, на ней вот такая штучка, чтобы, видимо, как-то она дальше не падала вглубь. Здесь она откручивается. Это у нас пластмасса. Пластмасса такая, ну, нормальная пластмасса. Я думаю, что сюда можно горячее даже наливать, попробовать. Страшно, конечно, но это не стекло, которое взрывается, которые часто баночки мне писали, что нельзя туда горячее наливать, ни в коем случае. До сих пор бывают девочки, шлют фотографии, что нету дна, что ожог у них где-то, поэтому аккуратно. Ну, в общем, вот в этот пластмасс, думаю, можно попробовать, но вообще, наверное, он не предназначен для горячего. Это скорее для каких-то напитков, либо для моего прохладного кофе. Вот. Ну, так она очень красивая, этот бантик и вообще... Очень милая, милая, милая. Если я что-то с ней реально придумаю сделать, то я сниму отдельное видео, и мы вместе с вами что-то там похимичим. Еще я взяла вот такую вещь, которую тоже хочу затестить, может быть, она продавалась в фикс-прессе, может, нет, 55 рублей, но это разделитель для наушников. То есть, один вход вы вставляете в отверстие для наушников, а выход у вас идет два. То есть, может, два человека полноценно слушать музыку, не так, что ухо в ухо, или фильм смотреть какой-то, да, например, «Дети спят» там. Не так, что один... Одно ухо там, другое-другое, то есть, у вас будет полноценный звук. У одного человека два наушника, и у другого. Взяла такой сиреневый цвет, и мы с мамой это затестим. Подключила наушники, включила мамины наушники и свои. Сейчас будем тестить звук, чтобы все было слышно в обоих ушах. Все прекрасно слышно нам с мамой в два уха. Мне в мои два, ей в ее два. Очень удобно. Дальше, еще в Фикс Прайсе давно уже продается такая вещь, но я на нее никогда не обращала внимания, пока моя сестра Катечка, Катечка, привет, не посоветовала. 99 рублей стоят. Это такие плоскогубцы многофункциональные. Я считаю, что, ну, лично мне в машине такая штука нужна. Она носит, например, с собой. Достает мне как-то, говорит, вот я в Фикс Прайсе купила такую штуку. Смотри, здесь вот это, вот это, вот это, вот это. Я говорю, бля, какая полезная штука. Ну, лично мне захотелось ее сразу взять. Значит, смотрите, это плоскогубцы. Так, вот, как плоскогубцы, да? Здесь у нас еще они складываются. То есть они в разобранном виде продаются, а потом складывают. Вот. То есть вот такая маленькая штучка, буквально вот ладошка ваша, да? Маленькая. Что здесь есть? Первое, что я вижу прям, это линейка. Представляете, линейка с одной стороны и с другой. О, линейка. На ней какие-то нанесены знаки познавательные. Видно вам? Линейка. Хорошо, линейка может пригодиться. Дальше, помимо плоскогубцев, что здесь? Давайте открывать. Здесь у нас есть пилочка. Пилочка с острием. Ну, всегда, вот бывает часто, меня спрашивают, есть что-нибудь остренькое? У меня ничего нет, кроме ключей, никогда. Ну, знаете, там то замок заело, то еще что-нибудь. Ну, всегда что-нибудь донужное. Бывает там открыть какую-нибудь газировку. С одной стороны пилочка, и с другой стороны пилочка. Хотя эта пилочка, я не думаю, что она какая-то суперклассная. Но, в принципе, если у вас какой-то сумасшедший заусенец, который срочно нужно избавиться от него, то эта пилочка нормально сойдет, пригодится. Дальше открываем. Здесь у нас идет отверточка. И такая отверточка, знаете, она подходит для всех детских игрушек. Вот это вот нужная вещь. Она такая маленькая отверточка. Четырехглавая, как там, четырехгранная называют их. Дальше здесь же у нас есть открывашка. По-моему, это открывашка. Если я не путаю, сейчас покажу вам. Вот такая вот, да? По-моему, это открывашечка. Так, с одной стороны у нас три вот такие вот штучки функциональные, которые мы можем применить к чему-то. С другой стороны у нас нож. Нож. Нож вообще всегда нужен, да? Раз что-нибудь порезал. Ну, он не супер острый, но я думаю, что как в ресторане эти ножички, которыми мясо мы режем, да? Я имею в виду, которые посетителям дают с круглым концом. Так, и еще что это у нас такое здесь? Что это такое? А, это тоже отвертка. А это отвертка обычная плоская. Класс. Вообще. Я довольна. Я брошу это в машину и реально мне оно в машине пригодится. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь линейка. Классно. И еще оно вот так вот компактно сворачивается. А я люблю все, что компактно и многофункционально. Так, остались у нас сушеные бананы. Это новиночка, я не видела. И я толк знаю в сушеных бананах, потому что я их периодически покупаю, я их очень люблю. Мне очень нравится вкус именно сушеных бананов. Сейчас мы откроем с вами, попробуем. Вот она моя корзинка. Классная, вот она. Видите, какая она вместительная? Она прям широкая, вместительная такая. Кстати, смотрите, эти корзинки бывают с браками. То есть вот я нашла, она, видите, вся ровненькая, ровненькая. Бывает тут немного съеханная такая штука, поэтому смотрите, чтобы она была ровная. И внутри тоже она бывает вся какая-то кривая. Видите, немножечко здесь вот такие штучки есть. Ну, есть такие картинки, где они вообще там кривые, да? Есть, где вообще супер гладкие. Но от розовых, к сожалению, не было супер гладких. Я взяла самую более-менее подходящую. Но я думаю, оно еще разровняется как-то. Они там друг в друге встоят. Поэтому, ну вообще, такая милая, классная. Сейчас, мучка. Так, ну и что, пробуем сушеные бананы. Фруктобар открываем. Вообще, сушеные бананы очень-очень калорийные. Я это знаю. Но я их люблю. А в Экспрессе все надо тестить. Выглядит это вот так. Пахнет нормально. Срок годности нормальный. Кстати, вполне себе. Бананы вкусные. Такие, как я ем, люблю. Тут написано, что здесь 100 грамм. И здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. И седьмой я ем. Практически целая связка банан. Ну что, мои хорошие. Вот такое вот видео получилось. Одни новинки, одни вкусняшки. Мне кажется, здесь очень много полезного и интересного. И реально очень крутого и красивого. Мне это видео очень приятно снимать. Потому что здесь прям такие милые-милые приколюшки. Которые мне очень нравятся. Если вам понравились мои находки из фикс-прайса, обязательно ставьте лайк. Если вы любите фикс-прайс, тоже ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok